Вопросы про углубленную интеграцию, о российском медиаполе и дружбе двух народов. Главный редактор радиостанции Эхмосквы Алексей Венедиктов готовится взять свое первое большое интервью у президента Беларуси. Главреду знаменитой станции прислали 2000 вопросов. Как признался сам журналист, отбирал не один день, чтобы оставить самые интересные и честные. Планируется, что интервью пройдет завтра. Сам знаменитый радищик прилетел в Минск накануне. И наш политический обозреватель Алексей Волков задал несколько вопросов человеку, который привык ждать ответа от других. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Добро пожаловать снова в Минск. Вот недавно были на Минском диалоге. Вы в эфире Эхо Москвы говорили о том, что примерно полторы тысячи вопросов. Уже две тысячи вопросов. Уже две тысячи даже вопросов. До субботы воскресенья еще 500 набросили. Выражать профессиональным языком политик не будем, конечно. Но в целом, основные темы, которые людей больше всего интересуют. Такой вот срез темы. Смотрите, конечно, главная тема это, как глубока будет интеграция. Что такое братские народы. Как он относится к флагу оппозиции. Вообще к старому флагу. Это не флаг оппозиции, конечно. Почему-то очень сильно в Канаде и в Австралии интересуются, будет ли военная база российская здесь. Придется спросить для канадцев и австралийцев. Много вбросов информационных сейчас происходит и у вас в стране, и у нас в стране. Но в целом, вот какое медиа, скажем, в российском медиаполе, вот какой образ у президента Беларуси и у нашей страны в целом? Если говорить о последних встречах Владимира Путина и Александра Лукашенко, в российских медиа Александр Лукашенко выглядит капризным человеком. Потому что, собственно говоря, я не помню большого интервью российскому медиа. Собственно, поэтому, чтобы показать настоящего президента, чтобы он мог изложить свою позицию для российских читателей, слушателей, пользователей. Вот ваш взгляд на интеграцию, потому что много тоже сейчас вокруг этого циркулирует. Где-то, может быть, правдивых слухов, где-то нет. То есть позиция нашего правительства, что это исключительно вопросы экономики, что это 31 дорожная карта, которая говорит об экономике. Ровно для того, чтобы узнать, как видит ваше правительство эту интеграцию, собственно, я это и спрошу президента в первую очередь. Потому что я могу фантазировать, в России могут придумывать, нам может казаться, как в любой стране. Но есть возможность задать вопрос президенту впрямую. Сколько раз до этого вы брали интервью уже у Александра Лукашенко? С Александром Григорьевичем интервью я брал два раза. Один раз в 97-м и второй раз где-то в начале 2000-х. Но оно было небольшое, минут 10. Но мы с ним и разговариваем без интервью. Просто встречались, когда он приезжал в Москву, когда я приезжал сюда. Ну вот, это будет первое большое интервью, считайте, за 15 лет. Вот союзное государство. Сейчас к нему так вернулись. Вы предлагали здесь со скандалом свада, чтобы, может быть, часть спортсменов выступала под белорусским флагом. В целом, на ваш взгляд, это союзное государство. Почему сейчас к нему снова вообще вернулись? Есть преимущество от интеграции, безусловно. Но есть и угрозы интеграции. Смотри, Brexit. Есть люди, которые недовольны интеграцией в той же Великобритании, европейской. И вот интересно было бы сравнить, какие преимущества с точки зрения белорусского президента и Белоруссии, и России даст интеграция. И какие новые угрозы она создаст. Короткий вопрос. Как вы думаете, до Нового года договоримся или не договоримся? По настроению, если вы имеете энергоносители... Ну, в целом, 31 это дорожная карта. Да, там проблема в чем. Как мне объяснили, что 31 это пакет. Нельзя договориться на 30, поскольку весь этот пакет, он же стартует через год. Ну, так, по-настоящему. Еще можно будет что-нибудь договориться. Я думаю, я знаю, что наш президент готов к дополнительному разговору с вашим президентом. Еще, возможно, до Нового года. Ну, если же и телефон, не обязательно же прилетать, а можно и прилетать, можно где-нибудь пересечься там на лыжах или на хоккей. Вот, поэтому мой прогноз, слушайте, уж если с Украиной договорились, ну, уж с Белоруссией, то как-нибудь между Россией и Белоруссией договорятся. Лидеры договорятся. Как вам вообще вот в Минск, в Белоруссии, вот вы приезжали сюда уже неоднократно, и, по-моему, говорили, что еще будете приезжать, если будет получаться. Ну, смотрите, я специально знаю, что завтра у меня интервью президентом утром, я весь день свой освободил, чтобы погулять по Минску, зайти на Комаровский, купить сувениры на рождественских базарах и привезти в Россию то, чего в Москве нет. Москва город очень богатый, там все, что угодно. Оказывается, не все, что угодно. Поэтому буду искать подарки для своих близких и друзей. Спасибо вам большое, что уделили нам время. Спасибо, Алексей.